Привет всем друзья, с вами Мистер Чир и мы с вами продолжаем идти в первый дивизион. Да, не было давно серии, но сейчас мы все возобновляем и летим в первый дивизион. Осталось буквально три очка нам набрать, чтобы попасть уже в шестой, как я помню, дивизион, поэтому нужно быстренько их набирать. Нашелся соперник и это Мэн 90. Нэмэн, нэмэн. Слинение вроде бы хорошее, надеюсь не будет падать во время игры. Овечкин сразу же вижу. У него есть. А мы на Овечкина как раз таки и купим. Ровненько на клюшку вывести по-велски. Райс. Шайба в воротах. Я думал, эта шайба не пройдет, но она прошла. Я думал, мы цепанем эту шайбу в тот момент, когда она пересекала ворота. Бернс. Любитель спорта. Забрасывает эту шайбу. Вот здесь я, видите, выставлял клюшку. Я думал, что мы как раз таки перехватим этот пас. Но до соперника все-таки эта шайба дошла. И вот он шанс. Вот он был шанс. Радулов. И шайба в воротах. Ну, красивая шайба. В девяточку. Кузнецов размачивает для нас счет. Сейчас становится 1-1. Пас прошел замечательный. Причем я отдавал не обычный пас, а подкидочкой. Здесь вы видите, что он летел именно подкидочкой. По льду он и стелился. И именно поэтому, наверное, и прошел. И шайба в ворота. 2-1. Но это ошибка Прайса. Это ошибка Прайса. Майк Кофман. Давайте посмотрим на повторе. Просто наброс в ворота. И сам себе Прайс в ворота. Эту шайбу. Закатил. Шайба вошла. Скиннер. И это было опасненько. Ну что, после пропущенной шайбы мы вроде бы пришли в себя и забросили. После этого две закрытые шайбы и ведетки разберете 2-1. Бросок. Подбиваний. Нет, не успеваем. Шайба в воротах. Ну, это ошибка уже салва. Соперника Павелский здесь был на чеку. Просто выставил клюшку, в которую наш соперник шайбу эту и вынес. Две курьезнейшие шайбы. В одном матче не часто такое встретишь. Хоу! Цепанул, Прайв. Цепанул. Малкин. Малкин. Тянет шайбу. Такое ощущение, что у него игроки автоматически атакуют меня. в шайбу в воротах. Ну, тоже. Тоже довольно-таки странно. Вроде бы, игрока на патаке держали. Но как-то умудрился там подставить клюшку и отправить шайбу в воротах. Пастернак. Сейчас посмотрим на повторе. Да, вроде бы его пихали и толкали на патаке, но он умудрился подставить клюшку. Погнали! Не все закончено в этом матче. Радулов. Макдэвид! По сторонам лежать. Удаление. Ну и 5 на 4. Поиграем. 5 на 4. Это хорошо. Почему не, блин? Это же не угол. Это пас был. Это был пас. Не удается. Не удается нам закрепиться в зоне. Посмотрите, он вообще на меня не атакует. Он играет игроком, который просто стоит на пятаке. Почему пас пошел именно на этого игрока? Я не понимаю. Игрока на пятаке! Малкин! Ух! Еще чуть-чуть надо было выкатиться и тогда только бросать. Вовремя зависает. Как раз, когда я бросать хотел. Власик! Подставлена клюшка. Крайс. Скинер. Шайба! Не в воротах. Ну и секунда ровно остается. Ну что, 3-2. Так же счет и остается. Всего лишь в одну шайбу мы введем. Остается последний период. продолжается ровно. А то Малкин борется неплохо. Да как? Такие шайбы-то не залетают. И Малкин побежал, 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 побежал. Тихо. А? И что мы делали сейчас, Хоффман? Так. Судья почему-то не защитывают эту шайбу. Давайте посмотрим, почему. Красок. Может из-за того, что воротаря толкнули. Может из-за этого. Да, шайба не защитена. Слава богу. Климберг. Выше ворот. Мои боты так же умеют, как и у него. Ничего себе. Не дали бросить. Бросок. Откоса. Откоса. И Радулов можно было бросить пораньше, но почему-то не стал бросать. Так. Президентильность идти, давайте посмотрим. Да. Просто ужасно тут идет. Очень странно, очень странно. Минута 3-4 остается. Будет ли он снимать воротаря? Бросок. Надо убивать ебалкин. Не снимает воротаря. Чувствую, что может и без воротаря затущить. Хорошо. И такая же шайба! Господи, что я сделал? И что я сейчас сделал? 3-3. Чья шайба отдавал налево? Сейчас вы увидите, какому игроку я отдавал шайбу. Вон он стоит. Видите? Один стоит. Я ему отдавал. Почему он отдал туда? 26 секунд до конца матча. Просто курьезно. Скиннер! Шанс! Наш шанс! Последние атаки любит он проводить. Давай подеремся, братан. я вообще не понимаю, почему я дальше драться не стал. Ну что? Овертайм! 3 на 3. Еще удалить. Большая часть в Ребеди и я окажусь в своей зоне. Еще и сеть зависает. Все хорошо. минута 15. Набивая статистику себе парень. Оффсайд. В смысле нету? В смысле нету офсайда судья? Нет, не будет удаления. Слава богу. Да! Да! В овертайме просто в меньшинстве забрасываю. Просто красиво разыграли. Просто на волевых. Но шайба реально красивая. Не постеснялся я отдать три передачи штрафную уже в зоне соперника. два и третье. Красивый получился матч с ошибками наших вратарей и с ошибками нас самих. Ну и два очка уже в карманчике. Осталось всего лишь одно очко и мы выиграем титул седьмого дивизиона. Лучшие игроки по сторонам классики Шварц. Статистика 22-19 но вы видели как он в большинстве играл просто набрасывал на ворота от этого и три броска в овертайме. Второй соперник. Друзья второго соперника мы никак не можем найти видимо какие-то проблемы с идеем искал я ровно полтора часа и ни одних соперников нету поэтому в этой серии будет всего лишь один матч именно вот этот уже следующей серии может быть сделаем три матча и оставайтесь с нами подписывайтесь на канал вступайте в группу вконтакте пока